60-е газетной строкой. Для выставки, посвященной 90-летию газеты «Время», работники историко-краеведческого музея выбрали этот период, поскольку именно тогда шло наиболее интенсивное развитие Щелково и Щелковского района. Город преображался, строился микрорайон Заречный, новые школы, объекты общественного питания, развивалась система здравоохранения. В 1967 году страна отмечала 50-летие Октябрьской революции. Многие дела были приурочены именно к этому событию. Например, открытие кинотеатра «Аврора», общественного краеведческого музея во Дворце культуры, многое другое. Все наиболее заметные события освещались на страницах районки, районной газеты. На выставке можно найти и прочитать немало интересных статей и заметок, узнать, чем жили щелковцы в середине прошлого столетия, о чем им рассказывали наши предшественники-журналисты. Например, статья «Город смотрит в завтра» о том, каким планировалось увидеть Щелково через 10-12 лет. Что-то сбылось, что-то нет. Публикация Виктора Чапурова о выступлениях и отдыхе в лагере «Артек» школьного театра «Гуси-лебеди». Номер газеты, в котором поздравляют с полетом Юрия Гагарина, жителя нашего района, поселка Чкаловский, между прочим. Вот фото щелковского фотографа Рудольфа Плахина из магазина «Улыбка» на улице Комарова. Он и сегодня «Улыбка на Комарова». Газета писала об успехах в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, образовании, культуре, спорте. Но были и критические публикации. Например, о состоянии щелковских парков. На выставке можно увидеть и фотографии Щелкова, Фрязина, Лосина-Петровского 60-х годов. Мы ведь были тогда единым районом. В основном это профессиональные работы Рудольфа Плахина. Первый номер районной газеты вышел 10 марта 1931 года. За 90 лет она несколько раз меняла название. За ударные темпы, коммунист, за коммунизм. С 90-х – время. Выставка об истории районки будет работать в музее до 27 июня. Приходите посмотреть и почитать. Ирина Микеда, Щелковское телевидение. Продолжение следует...